А сейчас рынки. Так, Московская биржа читалась за январь месяц. Количество частных инвесторов превысило 30 миллионов. Это людей с уникальными брокерскими счетами. Доля физических лиц, то есть частных инвесторов в объеме торгов акциями, превысила 75%. В топ-10 акций в портфелях частных инвесторов в январе вошли такие бумаги, как в лидерах остался Сбербанк, свыше 30%, Газпром, Лукойл. И туда же вошел Яндекс. Почти 8% акций Яндекса находятся на счетах частных инвесторов. Интересно, в связи с последними новостями. Ну, а также Мосбиржа сообщила, что торги акциями Дилимубиль, IPO, которого проводится в эти дни, стартуют уже 7 февраля. Об остальных важнейших событиях уходящего дня в нашем сюжете. Индекс Мосбиржи торговался сегодня на уровнях предыдущей сессии. Бумаги Яндекса обвалились на 9% в моменте из-за новостей о продаже российского бизнеса. Закрыть сделку планируется в первом полугодии. После этого Яндекс.НВ проведет делистинг с биржи. ВТБ возобновил выплату купонов по бессрочным облигациям. Они остановились в декабре 2022 года. Дилимобиль увеличил объем IPO на 1,2 миллиарда на фоне высокого спроса со стороны институциональных инвесторов. Компания ожидает, что торги на Мосбирже должны начаться не позже 7 февраля. Мать и дитя отчиталось о 20% увеличении выручки в четвертом квартале 2023 года. Компания объявила, что вернется к выплате дивидендов после завершения редомицеляции, которая запланирована на второй квартал. Отчиталась и лента. В четвертом квартале компания нарастила выручку наполовину, а в целом по году на 14%. Нарастила выручку и Интеррао. Так, за прошедший год она составила более 1 триллиона рублей против 63 миллиардов в 2022. Газпром продолжил обновлять максимумы экспорта газа по силе Сибири. В субботу компания в пятый раз превысила суточные контрактные обязательства. Правда, объемы не разглашались. В январе Россия увеличила экспорт СПГ на 11% в годовом выражении. Индекс деловой активности в январе снился на 0,4 пункта, но все еще оставался в зоне роста. 7 февраля Минфин возобновит покупку золота и валюты по бюджетному правилу. По прогнозам Минфина, за текущий месяц бюджет может получить дополнительные нефтегазовые доходы в размере около 200 миллиардов рублей. Итоги дня подводим вместе с Андреем Сапуновым. Андрей Андреевич, приветствую, спасибо, что с нами. Приветствую, спасибо, что пригласили. Здравствуйте, зрители. Ну что ж, давай начнем, может быть, с акций Яндекса. Они сегодня с утра существенно скорректировались, потом вроде как коррекция была практически, ну, по большей части, отыграно. Мы знаем, что будет делистинг вот этих вот акций Яндекса с московской биржи. Потом, судя по всему, вряд ли компания останется частной. Будет обмен, видимо, одних акций на другие. Что можешь сказать по этому поводу? Ну, технически Яндекс возле своего сопротивления оказался еще до новости. Это отметка 3100 рублей за одну акцию. Ну, на одном, по-моему, из выпусков мы такую цель обсуждали. И, собственно, здесь, скорее всего, и будет такой казино прайс на закрытие, на делистинг, на акции компании. То, что, в общем-то, сегодня произошло, это долгосрочно хорошо для акций Яндекса. В какой бы форме они не стали бы торговаться. Но если будут торговаться, да, там, в форме МКПО, да, там, соответственно, эти бумаги будут интересны. Они будут похожи очень, ну, что-то типа, а-ля Норильский никель. Там много-много акционеров, ни у кого нет контроля. Ну, правда, Норильский никель все-таки был контроль. Но, тем не менее, то есть такая схожая модель, которая позволяет зарабатывать через выплату дивидендов. А выплата дивидендов, это что, это в Элью? Это, собственно, рост курса акций. То есть долгосрочно актив останется интересным. Но вот по какой цене его выведут с рынка, я думаю, что здесь, если уж активно как-то торговать, то имеет смысл, может быть, ставить какой-то стоп вслед за ценой. С моей точки зрения, вот на данном этапе у Яндекса поставлены вершины. И с высокой долей вероятности стоит ожидать боковик к текущей цене. Это, может быть, там, 2950-3100. Слушай, вот если мы посмотрим на данные московской биржи за последнюю неделю, там объемы торгов в Яндексе просто, ну, я не хочу сказать слово чудовищное, в хорошем смысле этого слова, существенно превышают всех. Ну, вот Сиверсталь тоже отличилась по понятной причине. И вот сейчас можно сказать, наверное, что в целом интерес к фондовому рынку растет. Вот, на твой взгляд, интерес к акциям Яндекса, вот после свершившегося события, мы видели, что объем торгов по-прежнему, а не лидеры были в понедельник, наверное, все-таки будет снижаться. И вместо Яндекса появятся какие-то другие лидеры. Мы знаем, что смены лидеров у нас довольно часто происходят. Вообще, за январь месяц объем торгов на Мосбирже вырос на 30%. И в народном портфеле, который сегодня опубликовала у нас по итогам января Московская биржа, есть 10 бумаг, топ-10, но мы назовем хотя бы топ-5, и там два Сбербанка. Привилегированные акции Сбербанка 7% занимают, и свыше 30% обыкновенной акции 37%. Газпром 15%, Лукоил 13% и Яндекс на четвертом подсчетном месте 8%. То есть это три четверти практически всего объема. Вот на эти, по сути дела, четыре акции приходится. Потому что в целом, можно наш рынок охарактеризовать как рынок четырех бумаг? Ну, туда же, может быть, еще там Новотек можно добавить. А так, да, да, это рынок четырех бумаг, Северсталь, там, может быть, еще Мечел. В последнее время обороты сильно наращиваются, а сегодня второй, по-моему, по обороту. Яндекс сегодня первые 32 миллиарда наторговали к текущему моменту. Сегодня Мечел второй, 4,5 миллиарда оборот. Фигура продолжения, там, в общем, очень неплохая техническая картинка. Рублей, так, на 400 за акцию. Ну, и, собственно, вот... Если мы Прев выберем Мечел, то он уже на максимумах годовых... Обычка, 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 обычка. А, обычка лидер по оборотам, а Прев лидер симпатий, да? Там, слушай, интересные бумаги. Транснефть, Прев. У нас в ралли, где вот идет новый максимум, да? Транснефть, Прев, Башнефть, Прев, Башнефть, Обычка и Мечелл, Прев. Интересно, опять, металлургия, нефтегаз. Кстати, про металлургов. Сейчас обострились разговоры, потому что мы от Яндекса немножко отходим. После рекомендации Северстали по дивидендам, там дивидендная доходность выше 10%, сейчас заговорили про магнитку. Вот какая там будет доходность. На кого бы ты предложил поставить? На магнитку, на Северсталь или на Новолипецк? Ну, Новолипецк на один шаг отстает от Северстали на один примерно уровень, поэтому здесь, безусловно, эти бумаги нужно иметь в портфеле. Что касается магнитогорского металлургического комбината, он чуть меньше ликвидный, но вот он как раз-таки отстает примерно на два уровня. То есть в ценах, скажем так, Новолипецкого металлургического комбината цена магнитки была бы в районе 9, прошу прощения, так, не ту акцию открыл. Вот она. Цена магнитки была бы, например, в районе 68 рублей за одну акцию. То есть у нас получается там Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат и когда-нибудь ГМК, которая живет обязательно когда-нибудь, может быть, в апреле или в марте, когда будет, станет понятно, по дивидендам. Вот, соответственно, на один шаг те, кто отстают, покупаем. На два шага покупаем чуть больше, но и смотрим за котировками Северстали. А эталоном здесь вот этой металлургической цепочки выступают акции Мечелла обыкновенного. Они, собственно, уже преодолели свои предыдущие локальные максимумы, из которых началась специальная военная операция, выросли, кстати, на всю ширину своего снижения и еще добавили сверху. То есть, в общем-то, весь рынок, наверное, самый простой способ, не разбираясь в акциях, это купить какой-то биржевой ПИФ, например, индекс МВБ и, в общем-то, следовать той же самой технике, которую проследовали уже «Газпромнефть» со стороны нефтянки, уже, собственно, «Мечел» со стороны металлургов. Ну и каждая акция сделает свое дело. Вот Московская биржа, например, она уже тоже выше зон снижения находится, зона, с которой началась специальная военная операция. Сбербанк, соответственно, тянется за ней. Ну и как роль ГМК в этой цепочке занимает Банк ВТБ. В общем, все достаточно сейчас просто, поскольку таких вот нету суперпродавцов, и у рынка любой там откат, он участниками торгов выступает в качестве, скажем так, opportunity point, точки возможностей, точки входа, и народ закупается. И делает, в принципе, я думаю, правильно, потому что у нас цены выросли, у нас курс доллара по отношению к рублю тоже вырос, экспорт, ну, снизился, но не так сильно. Ну и, соответственно, в общем-то, акции хотя бы на двух из трех вышеперечисленных драйверов должны подняться к тем максимумам, с которых упали. Ну, и главное, если мы верим S&P Global, которые делают опросы по всему миру, бизнес опрашивает по деловым настроениям, то у нас деловые настроения не самые плохие. Лучше, чем в Штатах, в Китае уж, тем более лучше, чем в Германии. Хуже только, чем в Индии. Сегодня вышли эти данные, и сводный индекс показывает значение 55. То есть, в принципе, не так все плохо. Разные бизнесы, конечно, опрашивают где-то похуже, где-то получше. Вот как ты расценишь перспективы Новотек? Мы вот только что его упомянул. Разные, то есть, как бы есть сценарии по поводу Новотека. Сайд директоров 9 февраля даст рекомендации по дивидендам. Может ли это стать каким-то катализатором для акций? Да, может. Это еще дополнительный такой квазикатализатор. Это запрет на экспорт жиженного природного газа со стороны супостатов. Американцев я имею в виду. Ну, они пока, слушай, Андреевич, они же пока не запретили. А Байден просто новые лицензии запретил выдавать. А там просто такое живое все подняли. Особенно республиканцы. Используя эту историю. Но это политика, не будем в нее вдаваться. Что как бы уже кажется, что вообще они экспортировать прекращают. Ну, на самом деле это не так. Ну, по сути, Новотек пока не двигается. То есть, он эту тему не отыгрывает. Но, тем не менее, консолидация и откат хороший. И, в принципе, уровень 1800. Это, наверное, на первое полугодие вполне возможно. До объявления уже конкретной дивидендной политики на дату закрытия реестра со стороны менеджмента Новотека. Вот я думаю, что эта цена вполне актуальна. Но единственный здесь минус, конечно, это цена на газ. Это вот вечные вот эти два доллара. И, как говаривал Ларри Вильямс, небезызвестный трейдер, что есть ситуация под названием подшангел. То есть, актив, который там стремительно резко рос вверх по экспоненте. Потом потерял 70% своей стоимости. Это, кстати, есть натуральный газ. Там стоили 11 долларов, сейчас 2. От 6 до 8 лет потом проводят в боковике. То есть, серьезных таких газовых оживлений в цене ожидать не стоит на рынке. Но, тем не менее, какой-то хороший широкий боковик здесь возможен. И мы находимся в зоне, скажем так, относительно дешевых газовых цен, где можно выстраивать такой коридор. И у Новотека здесь будет дополнительная поддержка от стоимости сырья на международном рынке. Андрей Ильич, когда говорят «натуральный газ», мне сразу вспоминается один мой американский друг, очень-очень давнишний. У него была кличка «Мистер Нэчерл Айс». Знаешь почему? Такое пиво есть дешевое в Америке, называется «Нэчерл Айс». Вот он его покупал большими коробками. Ну, как бы то ни было, оставим мы наших друзей американцев в стороне. И традиционная рубрика, которую я не могу обойти стороной. Дурацкий вопрос про «Газпром». 28 июня будет собрание акционеров. То есть, Новотека 9 февраля, а в «Газпроме» аж 28 июня. Там, возможно, что-то мы про дивиденды узнаем. Вот вообще, в принципе, есть какая-то интрига там в «Газпроме». Можно ли ждать пробуждения или нет? Ну, можно. У него традиционно раз в год выстреливает ралли под конец. Так, скажем так, если в среднем взять сезон, и он платит дивиденды в июле, соответственно, начинает разбегаться там где-то в мае. Тем самым удерживает рынок от «Сэлл Мэйн Гоуэй», поскольку сидит в индексе на достаточно неплохую цифру. Но в этом году, я думаю, там 190-200 рублей за одну акцию – это пока вот такой оптимистичный сценарий. То есть, по сути дела, как МТС, добраться до предыдущего дивидендного ГЭПа, снова заплатить дивиденды и уехать вниз. Ну, «Газпром», «МТС» в этом плане здесь, скорее всего, бихеверистически будут схожи, тождественно в этом году. Сильных таргетов нужно. Раз уж мы пошли про разговор про забытые акции, давай еще одну акцию вспомним. Ты, кстати, упомянул, это ВТБ возобновил выплату купонного дохода по бессрочным субординированным евробандам. Это шаг в правильном направлении, на путь исправления стали товарищи из банка ВТБ. Значит, дела получше. В феврале они обязались опубликовать что-то по МСФО. Ну, дивиденды пока не ждать, но история с субордами уже хорошая, красивая история. Если это все как бы уже железно, надолго, это радует. Можно ли ждать какого-нибудь прытия от акции ВТБ? Это, в общем-то, не такой уж подарок. Это исполнение указа нашего президента, по сути, да. Соответственно, акции ВТБ, они занимают такую последнюю позицию в индексе МСФН. То есть мы брали в самом начале передачи параллели «Газпромнефть», «Лукоилруснефть» и так далее. Ниже пошли «Метчелл», потом «Новолипецк», «Северсталь», «Новолипецк» и «ГМК», «Норийский никель» – последняя строчка. Здесь то же самое. «Московская биржа», «Сбербанк» и ВТБ где-то в самом низу. Поэтому здесь потенциал роста ограничен, поскольку бумага слабая, и на всяких таких вот дюжа позитивных моментов, скорее всего, ВТБ сможет просто переписать свой локальный максимум и подойти к зеркальному уровню на отметке 3,15 копейки за одну ценную бумагу. Пока что выше его здесь, честно говоря, не видно. Андрей Андреевич, ты лучше все по полочкам разложил. Спасибо тебе большое. Всегда рад с тобой общаться. Пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с наступающим китайским Новым годом. Андрей Сапунов, начальник фондового отдела «Ноксбанка», был с нами на прямой связи. Мы подводили итоги дня. До свидания. Продолжение следует...